Завершающие совещания, тренировки, сборы и подготовка организационных моментов. Скоро над Верхневилюйским районом поднимется флаг Игр Манчары, который определят сильнейших спортсменов республики. Готовятся к главным спортивным событиям этого лета и жители Олегминска. Елена Фаст продолжит. Все меньше времени остается до Игр Манчары. Через считанные дни пройдут оставшиеся отборочные соревнования, которые определяют участников по легкой атлетике, якутским прыжкам и стрельбе из традиционного лука. Кстати, в этом виде олегминчане будут принимать участие впервые. Насколько результативны итоги, будет известно в ближайшие дни. Я тоже недавно начала в этом году. Меня попросили участвовать. Я согласилась. Поехала в Якутск, две недели училась. И вот. Все получится. Вы будете продолжать заниматься? Ну да, конечно. А ребята? Есть кто-то, как вы считаете, серьезные? Да, есть, конечно. Твердые планы в отношении легкой атлетики. У ребят хорошие показатели. Осталось подтвердить их на беговой дорожке. В целом на этот день получено 30 путевок. Масреслин, Гиревой спор, Хапсагай, Национальное многоборье. Пулевая стрельба. Опять же, впервые команда будет представлена уже тремя участниками. Это очень хорошие достижения. И сегодня у нас, значит, на манчарах в Верхневелюське будет участвовать трое пулевиков. Это Иванова Яна, Иванов Николай и я как ветеран Габаршоп Алексей. Поэтому мы надеемся, что в этом году у нас это высокие достижения. Более того, мы считаем, что в год столетия Кульбертинова мы должны неплохо выступить на этих манчарах. В целом можно отметить, что по сравнению с прошлыми годами список участников значительно пополнился. Появляются новые имена, держат планку уже известные. Насколько будет удачным это лето, покажет время. Елена Фаст, НВК Саха, Олег Минск.